Самарская область вошла в десятку лидеров рейтинга прозрачности закупок. Его составил независимый исследовательский центр Национальной ассоциации участников электронной торговли. Анализировали количество и качество о системе, которая заработает с нового года и позволит улучшить эти показатели в нашем материале. Одним из тестовых заказчиков у нас является это больница Пирогова. Они одними из первых перешли на эту систему, уже и котировочные заявки публикуют. И открытые аукционы, конкурсы. Эта система заработает по всей области с нового года. На одной интернет-площадке встретятся заказчики, закупщики и контролирующие организации. Чтобы стать участником аукциона, подавать документы в бумажном виде не будет необходимости. Рассмотрение заказчиков будет происходить удаленно. И мне нужно будет приезжать на заседание комиссии сюда. Они смогут рассматривать свои места, что сократит их нерасходы на транспорт и время. Все открыто и прозрачно. Сейчас в независимом всероссийском рейтинге прозрачности закупок Самарская область оказалась в лидерах. Восьмая строчка в топе 10. На первой – Москва. Несколько месяцев эксперты анализировали закупки бюджетников. Активных участников торгов по области около 500 организаций. Насколько сама процедура достигает той цели, которую перед собой ставят заказчики. В частности, это закупка качественного товара. Также закупка товара по минимальной цене. Ну и допуск всех возможных участников на этот рынок. Не только определенный круг, который уже годами, с которым могли сложиться отношения. Но и любых независимых новых участников. С начала года через областное управление торгов прошло приблизительно 14 тысяч операций. 1 января на смену федеральному закону о гос- и муниципальных закупках придет новый, о контрактной системе закупок. Требования к размещаемым заказам будут жестче. К примеру, придется обосновать товар и его цену. Эксперты прогнозируют, это исключит необоснованные приобретения предметов роскоши за бюджетные деньги. Через торги придется осуществлять больше покупок. Их прозрачность обеспечит опять же новая электронная система. Нина Ванина, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.